В амбулатории поселка Рязанцево завершается ремонт. К весне прием больных здесь возобновится в полном режиме. Заработает стационар. Пока врачи и пациенты вынуждены терпеть неудобства. Людей мы принимаем, конечно, все равно. На дому больше, на ФАПах близлежащих. От работы амбулатория зависят 3000 жителей Рязанцево. Сюда за врачебной помощью ездят жители из близлежащих деревень. Из-за ремонта даже пошли слухи о закрытии амбулатория. В очередной раз эту информацию опроверг заместитель губернатора Александр Сенин. Сегодня он приехал в Рязанцево проверить ход ремонтных работ. Департаментом здравоохранения было выделено за счет бюджета 5,5 миллионов рублей на проведение ремонтных работ. И с марта месяца, после окончания процедуры, совершенно недлинного лицензирования, она заработает в полную силу. Традиционно сельские больницы испытывают нехватку кадров. Рязанцевские амбулатории не исключение. Пока решением проблемы станет график, по которому в Рязанцево будут приезжать специалисты для ведения квалифицированного приема. То, что в поселке, к сожалению, не строится, никаких домов, не позволяет нам реализовать ту программу, которую мы реализовывали. Это давать жилье приезжающим врачам. К сожалению, здесь мы такую проблему не решим, потому что просто жилья физически нет. Кроме Рязанцевского амбулатория, замгубернатора посетил пункт скорой помощи в Переславле. А также побывал в центральной детской больнице. Здесь завершается капитальный ремонт. Из областного бюджета на эти работы выделено более 20 миллионов рублей. Объект должен быть сдан в мае. Вагиз Загидуллин, Дмитрий Баранов. День в событиях.